В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Легендарный мотобольный клуб «Металлург» отметил свое 50-летие. Это жемчужина Подмосковья, России. Жемчужина города, Видное Ленинского района в большом смысле этого слова. Подведены итоги чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание. Нам стали приезжать уже действительно из регионов погонять ребята, из соседних, естественно, наших добрых, наших соседей, и Подольский, и Домодедово, и Чехов. Видно, прошла конференция «Сердце матери, сердце России». Это, наверное, то сердце, передать его чувства словами какими-то отдельными, наверное, просто невозможно. Мотобольный клуб «Металлург» отметил свое 50-летие. На честовании легендарной команды во Дворец культуры «Видное» съехалось множество почетных гостей, болельщиков и друзей спортсменов. Они – обладатели Кубка европейских чемпионов, 34-кратные чемпионы СССР и России, 11-кратные победители чемпионата Восточноевропейской лиги и гордость каждого видновчанина. Легендарная мотобольная команда «Металлург» отметила свое 50-летие во Дворце культуры «Видное». Вся история команды – это история, фактически, побед. Вы не сходили с пьедестала и ветеранам, тем, кто ковал эту славу, тем, кто закладывал традиции, чьи фотографии, кадры в видеотеке мы сейчас видели. Огромное, огромнейшее спасибо. Я хочу пожелать, конечно, спортсменам однозначно в будущем побед, новых спортивных достижений, боевого спортивного азарта. Нашим уважаемым ветеранам, конечно, еще долгие-долгие годы нести вот это знамя победы и чемпионства. Все началось в далеком 1972 году с инициативой преподавателей и студентов Государственного института физкультуры. Молодую мотобольную команду тогда поддержало руководство московского коксугазового завода. Азарт и тяга к победе принесла свои плоды довольно быстро, о них заговорили на самом высоком уровне. Ветераны мотобола рассказали о первых шагах металлурга в большом спорте. В 1972 они в чемпионате России участвовали, в 1973 мы студентами стали, приехали сюда. И в 1974 уже играли и вывели команду в высшую лигу. На сегодняшний день металлург, наверное, это самый титулованный клуб не только у нас в России, пожалуй, во всей Европе. Воспитанники, база, самоотношение руководства, все на высшем уровне. Один из первых, кто в 1979 году завевал первое чемпионское золото на чемпионате Советского Союза. Вот как бы фотография. Сергей Иванович, лидер, заслуженный мастер спорта, ушел из жизни. Владимир Трофимович Серебряков, крайний, ушел из жизни. Геннадий Иванович, так что вот из этого состава, стартового, я остался пока один. В 90-е металлург взяли под крылом местные власти. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в ту пору руководивший Ленинским районом, также приехал поздравить спортсменов с юбилеем. Я высказал слово благодарности. Администрация сегодня, то, что они сохраняют и двигают дальше, это великое дело. Это жемчужина Подмосковья, России, жемчужина города, видный Ленинского района в большом смысле этого слова. Сейчас металлург – это три поколения спортсменов, юноши с 12 до 17 лет, юниоры – те, кому до 22, и основная команда. И все без исключения раз за разом на различных соревнованиях доказывают свой статус чемпионов. Юноши у нас десятикратные чемпионы России в своем возрасте, юниоры – шестикратные чемпионы в своем возрасте. Поэтому приемственность в поколении есть и есть откуда черпать резервы. Так что надеюсь, что если нас также будет поддерживать администрация Ленинского городского округа, а мы в свою очередь не подведем. Слова поздравлений и благодарности на празднование юбилея сменялись музыкальными и танцевальными номерами, а также вручением подарков, наград и грамот за высокий профессионализм и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Московской области. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого. Любители технических видов спорта весь год с интересом наблюдали за чемпионатом Ленинского городского округа по гонкам на выживание. Теперь пришло время подвести его итоги. На торжественном мероприятии побывал Дмитрий Книга. В здании администрации состоялось подведение итогов открытого чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание и награждения победителей. В зале собрались организаторы соревнований и сами спортсмены, больше привыкшие видеть друг друга в гоночных комбинезонах. Вовлекайте молодых. Это здорово и это уникально. Я не знаю, сколько таких точек в России, но я совершенно точно до того, как попала туда посмотреть, я нигде ничего подобного не видела. В этом году организация чемпионата по гонкам на выживание получила новый толчок в развитии. Благодаря поддержке со стороны руководства округа. Эта история за несколько последних лет развилась в нечто большее. К нам стали приезжать уже действительно и с регионов погонять ребята, и соседних, естественно, добрые наши соседи, и Подольский, и Домодедово, и Чехов. Экстремальные виды спорта имеют богатую историю в нашем муниципалитете. На трассе «Казачий дозор» регулярно проходит не только соревнования по гонкам на выживание, но и состязания по мотокроссу. Надеюсь, что и дальше наши технические военно-прикладные виды спорта будут развиваться и процветать. И надеюсь, что в районе будет еще бум по этим видам спорта. Всего в этом году в чемпионате приняли участие 20 спортсменов из Видного и других городов. Состоялось 8 этапов, как зимних, так и летних. В командном зачете бронзовым призером стал коллектив «Видное», а в личном зачете победу одержал Андрей Березкин из Москвы. Я приезжал раньше, до этого смотрел гонки, когда проводил. Здесь было более-менее организация. Сейчас, конечно, вышел на новый уровень. Плюс прямая трансляция, что очень многие у меня друзья, мне пишут, даже братья, которые живут в других городах, пишут, звонят, поздравляют, если выиграл. Поэтому организация стала намного выше, чем был до этого. В новом сезоне любителей автомотоспорта ждет много интересного. Кроме самих гонок, планируется провести большой спортивный фестиваль областного уровня. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Масштабный ремонт входной группы был проведен в доме номер 23 по строительной улице. Реализация этого проекта – пример конструктивного взаимодействия жителей, управляющей компанией и местного депутата. Подробности расскажет Максим Козлов. Мы полностью демонтировали старую лестницу и смонтировали на углу. Установили хромированные поручи жителям металлические, банду сдали инвалидов. Руководитель организации, которая сделала ремонт в подъезде, рассказывает, что поменять пришлось практически все, причем в строгом соответствии с пожеланиями жителей. Контактные все у нас и МУП ЖКХ, и ЖУ номер 3, и представители подрядной организации. И, конечно, спасибо огромное большое нашему депутату Крусакову Павлу Александровичу. Без его участия тоже бы мы не обошлись никак. Когда в 2014 году в платежках россиян появилась плата за капитальный ремонт, многие не до конца понимали, за что берутся деньги. Жители 23-го дома по строительной улице теперь осознают важность этих взносов. Здесь мы финансировали полностью за счет средств, которые были накоплены на счете текущего ремонта этого дома. Соответственно, жители определили, что необходимо сделать. Мы подготовили смету, и, соответственно, были деньги на счету, и реализовали вот этот ремонт замечательный. Бюджет работ 3 миллиона 200 тысяч рублей, и у людей нет сомнений, что все до копейки потрачено с пользой. Скажите, как вам ремонт? Хорошо. Нравится? Нравится. Лучше, чем было? Ну, конечно, как было сейчас. Можно сравнить, да? Конечно. Хорошо. Действительно, есть чем сравнить. В 2020 году, во время пандемии, в этом подъезде мы снимали сюжет про гуманитарную помощь нуждающимся людям. И можно увидеть, в каком он был состоянии. Подрядчику пришлось изрядно потрудиться, а из-за скрытых дефектов ремонт затянулся на 3 месяца. Полностью мы, значит, все демонтировали до основания, не стали не оставлять ничего, и полностью выводили, как бы, все по-новому, значит, ровняли стены, делали стяжку. Стоит, как говорится, зайти, и все. А там одно за одно цепляется, и поэтому это, как бы, увеличило сроки по ремонту. Дом построен в 1987 году. Ремонт здесь делался только косметически. Депутат Павел Русаков уверен, еще есть над чем поработать. Причем не только в этом здании, но и в соседних. Мы на этом не останавливаемся. У нас это жив впереди. Конечно, наверное, плитка их не имеет смысла отделывать, но привести в соответствие с требованиями, конечно, нужно. У нас такая же красота в 27-м, и в 25-м мы планируем тоже сделать. То есть вот этот колодец с 3-х домов должен быть по аналогии, плюс-минус сделан, ну, с пожеланиями жителей. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Мама – самый первый и важный человек для каждого из нас. Та, что любит, безусловно, всегда оберегает, дарит тепло и заботу. В последнее воскресенье ноября в России уже традиционно чествует матерей. В этот праздничный день в Видном собрались гости из разных уголков страны. Жены и матери героев, многодетные, а также те, кто воспитывает детей инвалидов, лидеры общественного мнения, попечители. В минувшее воскресенье в день, когда поздравляли всех мам, в Видное приехали выдающиеся женщины из 85 регионов страны, чтобы принять участие в конференции «Сердце матери. Сердце России». Это, наверное, то сердце, передать его чувства словами какими-то отдельными, наверное, просто невозможно. Так вот, пусть оно бьется в нормальном ритме, пусть оно будет здоровым, потому что «Сердце матери» – это «Сердце России». Мероприятие организовано Всероссийским общественным движением «Матери России». За 10 лет его существования были инициированы множество программ, которые перешли в ранг проектов федерального масштаба. Это более двух миллионов женщин из всех уголков страны, и с каждым годом их число только растет. Юлия Канышева из Москвы считает материнство главным подарком судьбы. Активная и деятельная она не только волонтер и участница различных благотворительных программ, но и многодетная мама. У нее трое своих детей и семеро приемных. Пока десять, уточняет Юлия. Мне часто задают вопрос, почему я взяла ребенка. А у меня встречный вопрос, почему люди, которые могут это сделать, не берут детей, когда есть определенный достаток, ресурс внутренний, почему нельзя взять ребенка. Вот меня вот этот вопрос больше интересует. У нас прекрасное государство, прекрасная соцподдержка, все замечательно. Почему не рожать детей, которые дальше будут расти в этом чудесной стране. Конференция, которая скорее напоминала душевную встречу единомышленниц, продолжалась почти весь день. Гости обменялись мнениями и идеями и договорились всячески поддерживать друг друга. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова